Приветствую. Сейчас, насколько я помню, 26 марта. Сейчас самый пик именно вот этого психического обострения, который у меня был. И те люди, которые смеются надо мной, что у меня было обострение вот это вот. У меня не было возможности, но я искал врача. Но я живу, родился в таком месте, где невозможно. Ты получаешь хамство вместо того, чтобы помощь получить. При этом я не был достаточно таким плохим человеком, чтобы так жестоко со мной вошлись эти государственные врачи. И я увидел там... Ладно, я не буду об этом опять говорить, я устал. Смысл в том, что я собирался в свою грудную клетку собственную прямо на митинге там выступить, сказать речь и свою грудную клетку, потому что в моей груди боль, душевная боль и психическая боль, нервная от ужасов, которые происходят вообще в том мире, в котором я живу. То есть вы, может быть, не живёте в этом мире. Может быть, вы полицейский или военный или ещё кто-то. Или, может, вы не чувствуете этот мир, а я чувствую. Я способен чувствовать. Сильно чувствую. Я простой человек. И простой человек я вот собирался взять и с себя повреждения нанести себе самому прямо во грудную клетку, и чтобы кровь лилась перед толпой. Но я почему-то не сделал этого, я не знаю почему. Там, по-моему, не было с собой. Ну, а максимум, что я собирался, это самого себя как бы поджечь. То есть, ну, как монахи делали во время войны во Вьетнаме. Ну, во время Вьетнама из-за одной, из-за одной твари, из-за одной, в общем, твари, если вы почитаете там, одна мерзкая тварь, других слов просто невозможно придумать, издевалась над этими вьетнамцами. Она просто издевалась над ними, специально издевалась садистическим, социопатическим, садистическим каким-то там, психопатическим. Это просто мерзкая, охреневшая тварь, которой дали власть. Посмотрите про эту информацию, почему монахи сжигали себя. Они просто от отчаяния сжигали себя в знак процесса. И вот это вот, как ее назвать даже, не знаю, я желаю, я не знаю, если существует, если Бог существует, она должна гореть в аду за это, за то, что так издевалась над целым народом. Американка одна, она, она к власти там добралась, скорее всего, сексуальным путем до власти. И президент Никсон, по-моему, сам ее назвал там, обозвал, охреневший. Ну там, обозвал ее. И все, ее даже не арестовали. Она, главное, она уехала из Америки и прожила где-то там в Италии, прибивающей в Италии. До конца своих дней ей никто ничего не сделал, представляешь? Представляешь, какая-то тварь издевалась над вьетнамцами, заставляла, издевалась над их традициями, разрушала их. Еще и с особой, с особой вот этой, вот знаешь, есть такие стервозные, с особой стервозной, такой вот мелочной гагодливостью. Есть некоторые такие стервозные, вот, по характеру. И вот эта самая такая стерва была мерзкая, которая довела Америку до войны со Вьетнамом. И ее должны были просто поймать сразу и сразу наказать. Ну, видимо, эти придурки, которые там сидели в правительстве, видимо, они позволяли ей все это делать. Она им чем-то нравилась. Они соглашались с ее поведением, терпели. Они должны были найти ее где угодно. После того, как она сбежала в Италию, она, ну, и жила там счастливо, прекрасно, приправляла чаек, и у нее совести никакого. Совести у нее нету. Ни сердца, ни совести, ничего. Это просто страшнее вообще чего угодно, эта тварь. И они должны были... Если эти американцы, я бы на их месте просто... У них есть там ЦРУ или что... Я бы на их месте просто нашел бы ее, как Саддама Хусейна или как они... Ну, может, они его и не нашли, но я бы нашел ее в любом месте, где бы она не спряталась. Точнее, она навредила... В Америке навредила и Вьетнаму навредила. Сколько людей поубивала. Она... Она хуже... Она хуже Гитлера. Хуже Сталина. Одна вот эта тварь. Они должны были найти ее в этой Италии, где она там живет. В особняке живет. В Италии. Представь. Ни где-то там в пустыне, ни где-то в джунглях прячется. А в Италии живет себе. Тихонько. Ну, точнее, развлекается там. Занимается всем развратом там. Всем подряд. Чем она х... Это мерзкая. Ее даже не поймали. Они не прилетели на вертолете в ее особняк. Не высадились там. И не ликвидировали. Или, точнее, арестовали. И посадили бы ее. Не знаю. Какое-нибудь наказание ей достойное. Такое же. Желательно. Наверное, такое же, какое из-за нее страдали эти бедные монахи. Вьетнамские. Из-за нее война во Вьетнаме началась. Из-за одной этой твари. Она хуже Сталина. Хуже Гитлера. Хуже, не знаю, кого. Она наравне с ними. Или наравне с ними. Или хуже. Она хуже любого серийного маньяка. Она развязала войну, которая столько страданий причинила. Одна тварь, которая даже в власти не обладала. Ей ничего не сделали. Гитлер там застрелился. Не знаю. Он там не старалась. Она просто пришла в власть сексуальным путем. Соблазнила какого-нибудь высшего стоящего. Она ничего даже не сделала для этого. Потому что Сталин там тоже... Ему сколько везло, сколько его могли убить там. Или по его ссылке и все такое там. И он за счет своего там жестокого характера добился и так далее. Хитрости там вот этого вот всего. А она вообще ничем, никакими талантами не обладая. Не рисовать не умеет, не играть ни на чем. Ничего не создала вообще для мира. Эта тварь такую длительную войну развязала и... Из-за нее столько монахов сжигали себя демонстративно. Это просто поразительно. И ее даже не наказали. Хотя бы один вьетнамец бы приехал в Италию, нашел бы ее дом. И просто бы что-нибудь сделал там. Нашел бы где она живет. Если даже там забор огромный. Там дом стоит в 30 метрах. И сам дом, особняк. И она там сидит. Он бы ждал. И он бы... Я не знаю. Но он бы что-нибудь придумал, чтобы ей отомстить. Это просто невероятная тварь. Это просто... Если существует Господь, Бог, и даже Люцифер бы... Даже Люцифер бы офигел от такого. Это просто невероятно. Это просто жесть. Люцифер просто святой. Святое... Святое божество по сравнению с ней. Это самая гадкая тварь, которая только может быть. Мы должны... Вы должны ненавидеть вот эту тварь, которая развязала войну во Вьетнаме. Столько людей погибло. Ненужную войну. Там столько людей погибло в бессмысленной войне. И она еще и... Не это-то главное. А главное, что она со стервозностью. Вот... Вот как вот эта вот Федорова. Она вот так вот издевалась. Вот таким же характером. Вот таким же абсолютно обладая. С таким гадливым, знаешь, таким... С таким мерзким, таким вот... Злобным, мелочным, подлым. Там... Лишь бы нагадить. Только гадость. Вот абсолютно никакого вообще ни сердца, ни совести, ни принципов. Ничего. Ни благородства, ни чести, ни достоинства. Никакого вообще человечности. Она... Она... Скорее всего, еще и... Живодерка какая-то была. Это сто процентов. Потому что у таких... Такие... Только такими могут быть, как эта тварь. Ух... Короче, просто несправедливый этот мир. Несчастных люди страдают от вот такие вот. Они даже доживают до старости счастливы. И никакая карма им... Ничего им не делает. Никакая карма ничего не делает.